Ископаемая находка года – зуб психодуса полигуруса, акулы мелового периода, впервые найденные на территории Ульяновской области. Отмечается, что весь род психодусов был открыт сравнительно недавно, в 2010 году. Хотя отдельные части скелета этих акул к тому времени хранились во многих музеях мира, как неопознанные ископаемые останки. В отличие от большинства вот такого обыденного представления акул, которые с полным ртом острых зубов, эта акула была немножко другая. Она с плоскими, с ребрами и зубами, которые были нужны для того, чтобы кромсать раковины головоногих моллюсков. Известно, что психодусы предпочитали вести придонный образ жизни, свою добычу растирали в порошок, зубы располагались во рту акулы в хаотичном порядке, на так называемом зубном плато. И верхние и нижние стенки полости рта были буквально утыканы большими острыми пеньками. Кроме ископаемой удачи, в этом году описано 9 новых для области видов стрекоз. Один вид улитки и один вид моли. Конференция для широкой публики – это прежде всего новые виды, радость открытия ранее неизведанного. А для профессионалов – возможность подвести итоги многолетней работы в динамике. Например, провести разбор результатов летних полевых сезонов. Мы уже в течение нескольких лет изучаем ключевые виды кальциевых ландшафтов национального парка Сенгельевские горы. Проводим мониторинговые исследования вот этих видов Тушнинской степи. Вот для чего? Для того, чтобы просто по изменению количественного, качественного, морфометрического состава популяции вот этих ключевых растений узнать, как меняются экосистемы. На этот раз Андрей Масленников доложил о динамике популяции из 100 до сибирского, краснокнижного для Ульяновской области и соседних регионов вида стенобионтного растения. То есть такого, который не может обитать вне рамок строго определенных условий. Итог 23-го года – популяция в стабильном состоянии. Наблюдается медленный рост численности, что связывает со снижением антропогенного влияния и восстановлением экосистем в границах нацпарка. О безусловной пользе конференции в деле изучения родного края краснорещиво говорит сводная статистика. Мы делали большой срез несколько лет назад, когда 20-я была конференция. И там было больше сотни различных находок. Это кроме растений, животных беспозвоночных и очень большого количества паразитической фауны. Это, конечно же, птицы. Большинство последних находок сделано не профессионалами, а любителями, бирдвотчерами или по-русски наблюдателями за птицами, которые с помощью фотоаппаратуры фиксировали виды, ранее не попадавшие в поле зрения ученых. Кстати, о последних. Одна из современных задач конференции – популяризация себя самой среди профильного сообщества. Ежегодно в Ульяновской области, кроме местных исследователей, работают их коллеги из других регионов. Но результаты их трудов, в том числе и обнаружения новых для нас видов, проходят мимо освещения для широкой публики. Иногородние ученые не знают о конференции, но должны, считают сотрудниками университетов и музеев Ульяновска, активно пиаря в профсреде свои начинания. Евгений Луковкин, Павел Асланиде, репортер 73.